В очереди. Народа много. И сейчас поедем. Вот такая канатная дорога здесь. Называется она Кресельная канатная дорога. Когда она была построена, я даже не знаю, и протяженность не смогла найти. Но она не длинная. И Кресельная канатная дорога, как эта, в основном используется для лыжников на горных спусках. Как-то страшновато. Ой, я же говорю, что я боегуска. Я боюсь высоты. Не знаю, может быть, сейчас я тут начну визжать и кричать. Как говорится, все только ради вас. А нам машут, видите, встречные колясочки с людьми. Ой, мама дорогая. Как было бы хорошо, если бы ничего не рухнуло. Вы знаете, все трясется. Я боюсь просто жутко. Ну, ладно, ничего. Надеюсь, что все обойдется. Вот ради этого вида мы с вами такие страсти здесь терпим. Я особенно. Но вид, конечно, грандиозный. Вид, конечно, грандиозный. Вообще интересно то, что вот там внизу можно было спокойно спуститься. Ой, мама, если бы я знала, я бы лучше спустилась. Очень страшно мне здесь, друзья. Я просто не могу вам передать, как я боюсь. Ой, ой. Нет, я никакого кайфа тут не испытываю. Я сейчас буду кричать и плакать от страха. Боже мой. Куда я? Зачем я сюда? Да. Зачем я попала сюда? Нет, я не могу. Здесь опять ветер. Ну, ладно, давайте хоть панорамку вам покажу. Что ж такое со мной случилось? Почему же я так боюсь высоты? По-моему, раньше такого все-таки не было, друзья. Ой, как страшно, боже. Я не знаю, что я буду делать сейчас, когда он поедет вниз. Я просто не представляю. И ради чего? Ради чего? Боже мой, нет. Боже мой. Боже мой. Ой. Как я боюсь. Боже мой, мама дорогая. Я вцепилась до посинения в руках. И в эту штуку. Ой, нет. Ладно. Я показываю вам опять вокруг. И я сама не смотрю вниз. Я забываю, что здесь страшно. Я смотрю по сторонам. И наслаждаюсь видом. Ну, потому что мне просто уже стыдно за себя. Что ж это такое? Я хотела показать вам эти пески. Разноцветные пески. Аломбей Санд. Но, наверное, на обратном пути они будут лучше видны. А сейчас мы с вами посмотрим побережье вот здесь. Здесь немножко отдыхают люди. Но купаться здесь никто не рискует. Здесь очень холодная вода. Вот вы говорите, что англичане попадаются толстые. Но вы знаете, вот я первый раз вижу толстых китайцев. Посмотрите, вот эта девочка. В розовой кофточке. Но это вообще вот опять китайская группа. Вот какая она полненькая. Ну, ладно. Вообще очень много полных людей. И вы знаете, просто даже это какой-то бич сейчас, наверное, во всем мире. А я показываю вам конец вот этой вот канатной дороги подвесной. Я сейчас поеду назад. Здесь людей очень много. Китайцы, как обычно, фотографируются всяко-разно. Это сплошь китайцы. Они уже просквозились по всему миру. И здесь, на этом маленьком пляжике, у обрыва Алумбей, я встретила, вы знаете, группу молодых людей из Украины, из Одессы. Они приехали сюда на заработки. Очень меня этим удивили. Я спросила, может быть, вы на заработки приехали не на сам остров, а где-то там, в окрестностях Лондона. Нет, нет. Мы приехали в Сандаун. Мы нашли здесь прекрасную работу. Мы фасуем помидоры по ящикам здесь в Сандауне. Я спросила, понравился ли им остров. Они сказали, что они в полном восторге. Как им здесь нравится. Они здесь живут уже два месяца и хотели бы остаться насовсем. Я расспросила их, конечно же, и про их заработки. И они мне рассказали, что они получают 1200 фунтов в месяц. И вот за два с половиной месяца они уже заработали 250 тысяч рублей. Сколько в гривнах, я не знаю. Если вы интересуетесь, то переведите, пожалуйста, сами по курсу. Ребятки, вы знаете, совсем молоденькие. Где-то, по-моему, лет до 20. Может быть, чуть-чуть побольше 20. Ну, вот такие вот отважные. Представляете? Я удивляюсь. Я, конечно, даже не слышала об этой какой-то фирме в Сандауне, которая там на теплицах упаковывает эти помидоры. Ну, вот они и нашли это через интернет. Понимаете? Получается, кто ищет, тот всегда найдет. Я спросила, знают ли они английский язык. Ну, вот судя по тому, что они даже остров Айло Уайт не могли правильно произнести название, то я так поняла, что с английским языком полная беда. Но и они подтвердили, что английский язык они совсем не знают. И вот хотят именно здесь сейчас его начать учить. Мы поговорили, посидели довольно долго. Очень они меня порадовали, конечно, эти ребята. Я еще раз убедилась, что молодым, если они желают, открыты все двери и все пути. И еще одна у меня здесь была удивительная встреча. Я сейчас вам покажу фотографию. Вы знаете, я, конечно же, очень ошиблась. Вот посмотрите. Я увидела вот велосипедиста вот этого, и он был с девушкой. Я подумала, что это Юрий Дудь. Вот прям была уверена на 100%, настолько парень похож на Дудя. Вы знаете, что это знаменитый блогер у нас, Юрий Дудь. Очень популярный. Вот я ошиблась так сильно. Оказалось, что, конечно же, это был не он. Но, понимаете, здесь настолько много у нас приезжих отовсюду, со всего мира сейчас, что я бы не удивилась, даже если бы здесь был и Юрий Дудь тоже. Потому что совсем недавно я увидела, что наш остров Уайт посетил очень популярный, знаменитый блогер и журналист, и предприниматель Илья Варламов. У него, по-моему, 2,5 миллиона подписчиков на YouTube-канале. И он летает по всему миру и снимает интересные места. Так вот, он прилетел на самолёте, на частном, на специальном, и на наш остров Уайт. Снял своё видео. И мне было, конечно, интересно именно посмотреть, вот, взгляд молодого человека на этот остров. И он, кстати, ну, вы знаете, он побывал всего лишь навсего в городе Ньюпорт. Это не самый красивый город на острове, но, тем не менее, он его посетил. И сказал, что удивило его то, что здесь очень много пожилых людей и очень много людей на колясочках, которые ходят с палками. И вот, тем не менее, они ходят, двигаются. Вот это он сразу заметил и на это обратил внимание. Если кто желает, то, конечно, посмотрите это видео. Внизу я дам вам ссылочку. Вот такие встречи бывают неожиданные у меня здесь. Ну, и вы видите, друзья, что я показываю вам, опять же, продолжение моего путешествия на Ниддлс. И Алумбей вот впереди, скала знаменитая. И моё путешествие на лодке вокруг Скал Ниддлс. Если желаете, всё это я вам покажу в продолжении моего видео. В третьей части, вы знаете, друзья, я показала вам первую часть о Скалах Ниддлс, то, что давно обещала, решила вам показать и рассказать. Была в полном восторге, когда делала эти грандиозные съёмки. И меня, конечно же, очень-очень огорчает то, что не смотрят мои зрители вот такие вот зрелищные и красочные съёмки. А почему-то предпочитают слушать обо мне, о моей жизни. Ну, возможно, конечно же, это более интересно. Вы знаете, я даже немножко разочаровалась. И вторую часть, как я вам обещала, полностью с рассказом, я пока не сняла. Я сняла вам на фоне всех этих красот небольшой рассказ о моих встречах. Возможно, вас это заинтересует больше. А я ориентируюсь всегда в основном на своих зрителей, на вас, мои любимые подписчики, которые уже давно мне стали близкими и родными. Ну, а я, как вы видите, уже возвращаюсь на этой же самой кресельной канатной дороге. Возвращаюсь назад. Это сегодняшнее видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравилось. Пишите, как обычно, свои комментарии, отзывы. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Ещё увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok